привет народ как бы сейчас что хочу сделать это вот вот этот свинец плавить переплавить вас в такие вот формы вопрос то что ситуация какая вот этот свинец будет намного удобнее носить на костюме на себе под водой меньше будет цеплять на себя траву и все стороны ну как бы вообще на костюме для этого еще такая форма товарищ мой знакомый сам сделал эту форму если кому интересно как делать то я внизу под видео оставлю ссылочку как это делается от начала до конца все просто все замечательно получается вот такие вот удобные и практичные как по мне грузы ну в принципе сейчас я буду это делать сейчас это я все по рублю или распиляю потом положу вот эту кастрюльку на китайской чудо печки я это все растоплю но и буду выливать вас с помощью это было словно в принципе как-то так наверное вот обычно наша китайская чудо печечка и вот с помощью этой печки я сейчас это все планирую растопить ну не знаю наверное может быть и долго немножко получится но но тем не менее раз два три четыре пять килограмм 16 здесь должно быть мне как раз примерно столько и нужно на костюм пятерку в принципе пока пока наверное все ну вот в принципе мой свинец уже расплавился да закипает вот так вот это все работает у меня формочку я подогреваю с помощью газовой грелочки обычной китайской грелки надо чтобы она была горячая чтобы свинец все протекли сделавших уголки здесь напильничка мы так ставим ровненько вот форма в принципе уже горячий ну и здесь свинец уже почти почти в принципе можно ускорить этот процесс вот таким вот образом одной рукой неудобно вот такой грелочкой можно сверху вот так вот ускорить этот процесс ну что давайте попробуем давайте попробуем лить сейчас я камеру поставлю на штатив и постараюсь сделаю так чтобы все было видно вот в принципе просто так наверно пробую желательно это делать на открытом воздухе сразу говорю потому что ну пары свинца ядовито поэтому лучше делать это на открытом воздухе я это делаю в гараже с открытой верю на самом выходе из гаража то есть ну вот в принципе очень горячо и нужно одевать перчатки стопроцентно сейчас я возьму просто вручную потому что так то очень горячо тяжело наложил много солнца кастрюльку а кастрюлька без грузик неудобно поэтому немножко тяжело ну китайская печка держит тут килограмм наверно 16 свинца уже китайская печка держит в принципе я думаю можно печечку выключать потихоньку и пускай свинец остывает грузики буду лить примерно килограмма по два слишком большие как бы тоже неудобно а килограмма по два это я думаю вот так вот сейчас у меня есть электронные весы груз остынет я его взвешу ну в принципе вот так для жилета мне нужно 6 грузов что-то типа вот этого вот пластинки такие но к сожалению форма у меня такой нет поэтому что-то буду думать сейчас другое должна какую-то придумать форму потому что для жилета 6 грузиков нужно однозначно давайте сейчас попробуем выбить вот такой вот груз получился как по мне очень даже очень даже ничего в принципе дальше процесс будет повторяться будет происходить точно так же только форму на уже подогревать не буду потому как форма в принципе уже у нас горячая она загруза нагрелась замечательно китайская чудо-печка держит на ура чудо-печка держит на ура я вам скажу на скруцию здесь положу для удовольствия в принципе дальше не менее понадобится здесь можно будет так держать я думал если честно что песечка это не выдержит 15 16 килограмм груза но все нормально выдержала героически давайте посмотрим на груз номер два рано начал стучать груз еще не остыл поэтому выбиваем перельем его рано начал выбивать груз не остыл вот такой вот получается грузок в принципе здесь где-то до двух килограмм я думаю должно быть два вообще-то я так предполагаю сейчас взвесим это все ну и так же опять же льем точно так же следующий таким же макаром а 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 и а и по Примерно так вот, продолжаем дальше. Грузы примерно будут по 2 килограммчика вот такие вот, в принципе потом мы их взвесим, ну а пока остывает в принципе и вот можно вот это заусинец ободрать, вот так вот, чтобы грузик ни за что не цеплялся у нас потом. Прям ножиком по горячему это очень просто делается. Прям как масло режет обычный наш свинец. Ну вот более-менее он такой весь подзакругленный везде. Итак, закончил я отливать грузило с помощью вот такой вот китайской печки, чудо-печки. Я не думал, что она выдержит такой вес на таких слепких ножках, но тем не менее она выдержала. Понадобилось мне 2 полных баллона и 1, вот 2 пустых уже у меня и 1 баллон наполовину где-то. То есть вот к этой печке. Итого, давайте как-то вот так вот может быть, да? Что у меня получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 больших грузов. Это примерно так, 2 килограмма кило 900. Потом 6 грузов я сделал по 900 грамм. 900-килограмм вот так вот, 950. И 1 грузок на довесок. Ну в принципе, давайте я хочу просто сейчас так же для себя это все взвесить. Для себя хочу это все взвесить сейчас. Потому что, ну примерно так отливал. Даже вот так, я думаю, будет видно, да? То есть, самые большие грузки, они будут где-то кило 100. Да, вот показывает фул. То есть, весы не тянут. Где-то кило 100. Здесь второй тоже где-то кило 50-кило 100. Вот так вот. Не тянет. Потом дальше грузки идут чуть полегче. Ну без 6 грамм. 1900-194 грамма. 190 грамм. Ну в принципе, вернее, ну кило 900, кило 800. Кило 950. У меня просто весы только такие есть. Они работают до 2 килограмм. Кило 930. Ну в принципе, как бы, почти по 2 килограмма. И это меня вполне устраивает. Вот такого вот формата грузки получаются. Вот так вот. С этой стороны. То есть, ремешок сюда. Давайте я, выиграй, возьму ремешок. Вот ремешок, чтобы показать. Вот так вот это выглядеть будет. То есть, вот. Вот у нас грузок на ремне. Все четко. То есть, замечательно. Все отлично. Вот у меня точно такой же ремешок. Так что, так что, как-то так будет. Вот грузочек. Вот так он выглядит. Ну, в принципе, ничем не отличается от заводского. Наверное, только вот здесь немножко есть шлака. Ну, в последних грузах шлака вообще нету. То есть, вот так вот они отливались. То есть, меньше шлака. Потому что грязные были. Грязный был сам свинец. Я его потихоньку почищал. Ну, вот почти 2 килограмма, опять же. Ну, эти тоже у меня равными частями должны быть где-то так вот. Под килограмм. Вот 915 грамм. 880 грамм. 890 грамм. 970 грамм. Ну, под килограмм. Так, туда-сюда плюс-минус 100 грамм. Это будет замечательно. 900 грамм. 970 грамм. Ну, сейчас я распределю эти груза вот 6 штук по жилеточке. Они как раз туда войдут. Ну, этот отгрузочек 760 грамм будет у меня как дополнительный вот к этим грузам. То есть, плюс-минус чуть-чуть подвесится, отвесится. В принципе, я думаю, будет нормально. Так что, как-то так. Вот такая грядка у меня получилась грузков. Это все у меня заняло, наверное, часа 2. Где-то 2. Я думаю, так может 2,5. Ну, в принципе, я не помню точно, сколько каждый грузочек стоит. По-моему, где-то так около 100 гривен груз один стоит на форумах. То есть, 2 килограмма груз стоит под 100 гривен. Ну, 10 долларов это точно. Ну, сами посчитайте, сколько здесь в деньгах это все. У меня это вышло как бы абсолютно бесплатно. То есть, просто 3 газовых баллончика. Ну, и 3 часа времени, пускай даже так будет. В принципе, как-то так. То есть, глаза боятся, руки делают. Хочу спасибо сказать товарищу моему Игорю. Вот за вот эту приблуду. Шикарная вещь вообще. То есть, ну, сами видите, да? Грузки ровные. Как сделать эту приблуду? Ссылка на видео будет под видео. То есть, классная штука. Я, если куплю себе гараж, обязательно такую же сварганю себе. Очень классная штука. Ну, и вот, в принципе, как выглядит жилетка. Отгруженная грузами. Здесь 6 килограмм, по идее. Ну, так, плюс-минус, там, наверное, полкило. Вот так вот выглядит. Как бы ничего мне, как бы, не мешает самогодно двигаться. Не сковываю движение. Все замечательно. Все нормально. Ну, в принципе, все чудово. Я доволен. Ну, и вон остальные грузки пока лежат. Сейчас буду одевать их на ремень. Ну, все. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok